И снова здравствуйте! Сегодня мы с вами остановимся на применении различных тригонометрических формул для решения тригонометрического уравнения. Я рассмотрю уравнение такого вида. Синус х плюс косинус х равно единичке. И вот это уравнение я решу несколькими способами, применяя различные абсолютно формулы для этого. Ну вот вообще, чем хороша тригонометрия? Сколько людей, столько и решений. И все будут верны. Первый способ. Ну что можно заметить? Можно попробовать применить ту методику, которую вы применяете при решении однородного уравнения. Но вот вы скажете, оно никак не является однородным первой степени, что тут единица мешается. Значит, тогда я попробую его свести к однородному второй степени. Что для этого нужно сделать? Применить формулу двойного аргумента и заменить тригонометрическую единичку. Расписываем синус х. Получаем 2 синус х на 2 косинус х на 2. Косинус х это косинус квадрат х пополам минус синус квадрат х пополам. Ну а единичка, соответственно, косинус квадрат х на 2 плюс синус квадрат х на 2. Квадраты получили, произведение получили, аргумент одинаковый. Все влево. И сразу же давайте будем приводить подобные. Смотрите, косинус квадрат и косинус квадрат перепереноси, они у вас уничтожатся. Что получается? Получается так. 2 синус х пополам косинус х пополам минус 2 синус квадрат х пополам равно 0. На двойку я сейчас обе части поделю. И вот обратите внимание, я пыталась вести к однородному, но вот это уравнение не является однородным. Зато работает второй ведущий метод. Это разложение левой части на множители. Выносим синус х пополам за скобочки. Получаете косинус х пополам минус синус х пополам. Ну а теперь пятый класс. Произведение равно 0. Что это означает? Либо первый множитель 0, или второй. Простейшее уравнение. Значит, х пополам. Это пика, где k целое число, откуда х это 2 пика. А это однородный уравнение первой степени. Поделим на косинус. Получаем, что у нас единичка минус тангенс х пополам. Это нолик. Или же тангенс х пополам. Это единица. Откуда х пополам? Это арктангенс одного пи на 4. Меняем буковку, независимое уравнение, плюс пи n. Где n целое. А х отсюда пи на 2. Умножаете обе части на 2. Плюс 2 пи n. Где n число целое. Вот вам один подход к решению этого уравнения. Давайте теперь попробуем по-другому. Значит, что вы должны были уже заметить. Когда вы решаете любое уравнение, ваша задача прийти к одному аргументу, и желательно к одноименным функциям. Вот аргументы у вас уже одинаковые. Здесь х и тут х. А вот функции разноименные. Сейчас придем. Либо к синусам двум, либо к двум косинусам. Можно и так, и так, но я рекомендую к косинусам. Там формула. Вот если посмотрите формулу решения, она там попроще. Так, что такое синус х? Это косинус пи на 2 минус х. То есть, что я сделала? Я сейчас вот здесь применила формулу приведения. После этого я сейчас применю формулу суммы двух косинусов. Так, косинус альфа плюс косинус бета. Два косинус полусумы, косинус полуразности. Полусуму считаем. Это у нас получается пи на 4 и полуразность. Так, пи пополам минус х минус х. Это пи на 2 минус 2х. Еще на 2. Пи на 4 минус х. Равно одному. Ну, скажите, ничего хорошего. Все на самом деле хорошо. Смотрим вот сюда. Косинус пи на 4. Стандартное значение. Это корень из двух пополам. Умножаем на двойку. Двойки сокращаются. Остается корень из двух слепок в качестве коэффициента. Сразу я поменяю порядок в аргументе. Функция косинус четная. Имею право. И все. Вы сейчас получаете простейшее тридцатометрическое уравнение. Значит, х минус пи на 4. Это будет тогда плюс, минус. Аркосинус этой величины. Это пи на 4. Плюс 2 пи ка. Где ка целое. Находим х. Переносим. Пи на 4 плюс, минус пи на 4. Плюс 2 пи ка. Опять же, где ка число целое. Можно оставить в таком виде. Можно расписать на два множества. Ну, чтобы посчитать до конца. И если вы это сделаете, на два множества распишите. Смотрите, что будет. Это будет пи на 4 плюс пи на 4. Плюс 2 пи ка. Или же пи на 4 минус пи на 4. Плюс 2 пи ка. Вот в этом случае у вас получается. Пи на 2 плюс 2 пи ка. Ну, ка целое, это понятно. А здесь у вас получается 2 пи ка. Опять же, где ка. Целое. А теперь смотрим сюда. Все то же самое. То есть, от метода решения ничего не зависит. Ну, давайте теперь попробуем третьим способом это решить. Может, я сейчас другую формулу применю. Значит, что я буду делать? Я перенесу сюда косинус. Но тогда справа у вас стандартная формула. Это 2 синус квадрат, х пополам. Разложим двойной угол. Перенесемся в одну сторону. На двойку разделили. Синус вынесли за скобочки. Как общий множитель. Ну, опять же, как в первом случае. Либо первый множитель 0, либо второй множитель 0. И дальше решение будет совпадать с первым случаем. Следующий прием. Давайте опять выпишем наше уравнение. И вот что можно заметить на самом деле. Вот вы имеете право с обеими частями уравнение делать все, что угодно. Ну, как что угодно. Там умножать или делить на одно и то же число, отличное от нуля. В математике просто так не делят, они умножают. Я умножу на вот такое число. В результате этого умножения получается следующее уравнение. Ну, на первый взгляд, это сейчас стало еще хуже. На самом деле нет. Почему? Вот это косинус угла пина 4 радиона, это синус. Или, кстати, можно оборот. И все. Тогда в левой части уравнения вы сейчас спокойно собираете формулу синус суммы двух углов. Получаете в результате простейшее тригонометрическое уравнение, откуда найдем сейчас решение. Значит, арксинус этой величины это пина 4 плюс 2пк, где к число целое, или же х плюс пина 4. Это пи минус арксинус, то есть пи минус пина 4. Это 3пина 4 плюс 2пн. Поменяем буковку. Так, перенесли, эти компоненты у вас уничтожатся, остается 2пк, где к число целое. А вот здесь при переносе вы получаете, смотрите, 3пина 4 минус пина 4, 2пина 4, или пи пополам, плюс 2пн, где n число целое. На самом деле это уравнение можно решить еще минимум тремя способами. Я предлагаю вам дома самостоятельно это сделать, подумать, что можно сделать еще, чтобы выйти на уравнение, которое вы решать умеете. И помимо этого, в качестве домашнего задания вам предлагаются номера 11.15, 11.17, 11.18 и 11.19 под буквой А. Желаю успехов! Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня мы с вами поговорим о рассказе Антона Павловича Чехова Ионыча, написанном в 1898 году. Центральной темой рассказа является протест против пошлости, обывательщины, духовного мещанства, самого рождения человека. Тема эта раскрывается в двух планах. История жизни самой талантливой семьи города С. Туркиных и изображением истории превращения доктора Старцева в Ионыча. События происходят в губернском городе С. По мнению горожан, здесь есть культурная жизнь, библиотека, клуб, театр. Устраиваются балы, живут интересные культурные люди. Чтобы дать представление о здешней жизни, писатель знакомит нас с семьей Туркиных, самой образованной и талантливой во всем городе. Чехов доверяет читателю и, как всегда, не дает прямых оценок. Но постепенно узнавая членов этой семьи, мы понимаем, как они в сущности бездарны и скучны. Вера Иосифовна пишет романы о том, чего не бывает в жизни. Иван Петрович пользуется давно заученным набором острот. Катерина Ивановна бездарна, неталантлива, не вкладывает в свою музыку чувства. Мы видим заурядность членов семьи, переходящую в обыкновенную пошлость. Но если лучшая семья в городе такая, то какими же должны быть все остальные? И чуть позже Чехов, простите, даст зарисовку и этих жителей. Пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный, даже не глупый человек. Но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Вот в таких условиях оказывается молодой, талантливый Дмитрий Иоаннович Старцев, главный герой произведения. И мы тогда должны задать следующий вопрос. Каким же характером, какими качествами должен обладать человек, чтобы в этой рутине, в этой пошлой жизни не потерять себя? И есть ли эти качества характера у Старцева? Оказалось, нет. Для описания медленного, прижизненного умирания человека в человеке Чехов расставляет своеобразные вехи на пути доктора Старцева и строит композицию рассказа таким образом, чтобы каждая из глав и была, собственно говоря, этой вехой. Давайте вспомним. Найдите соответствие в первой главе, второй, третьей, четвертой и пятой, соответственно, с этапами жизни доктора Старцева. Действительно, получается следующее. Первая глава – весна жизни, вторая – любовь, третий – крах, четвертая – последняя вспышка и пятая – финал. Давайте теперь проанализируем это подробнее. Как Старцев стал Ионычем? Итак, в начале произведения, в первой главе, мы видим молодого, подающего надежды, энергичного человека. Ему интересны люди, ему интересна его работа. Он готов без усталости отмахать девять верст до города. Да, в его душе звучит музыка, он поет романсы. Но звоночки уже есть здесь. Будучи в гостях у Туркиных, он понимает, как в сущности бездарно и пошла эта семья. Но, Чехов пишет, в креслах было покойно, слушать было приятно, удобно, в голову шли покойные мысли, и герой плывет по течению. Уходя от Туркиных, он говорит занятно, недурственно. Во второй главе мы знакомимся с любовью Старцева к котику. Подобно многим другим русским писателям, Чехов проводит своего героя через испытание любовью. И что же мы видим? Во второй главе, в самом начале, оставлено место и восходящей линии благополучия доктора. Вера Иосифовна, представляя его своим гостям, говорит, это необыкновенный, удивительный доктор. Это начало его репутации в обществе. Это верный залог широкой практики в будущем. Старцев влюблен, любовь героя расцветает с каждым днем, перед нами земский доктор и солидный человек, делающий большое нужное дело. Голова его полна высоких стремлений, а сердце полно любви. Он ищет встреч наедине сердечных разговоров. Его язык – язык любви. «Умоляю вас, заклинаю вас, не мучайте меня, если бы вы знали какое-то страдание». Кульминационной сценой всей главы, да, наверное, и всего рассказа в целом, является сцена на кладбище. Ожидая котика, Старцев изнывает от любви. Но когда заходит луна, словно захлопывается дверка в душе Старцева. И недаром последним предложением главы становится «Не надо было полнеть». Мы с надеждой открываем третью главу. Может быть, все-таки испытание любовью выдержано нашим героем? Но нет. Сидя у Туркиных, ожидая появления котика и, собственно, предложение, которое он сейчас будет делать, Старцев в это же время думает, а приданного должно быть дадут немало. Удивительно. Как? Кто бы мог подумать, что после всего пережитого в голове Старцева будут бродить такие мысли? После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким, усыпляющим. На душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал. Остановись, пока не поздно. Пара ли она тебе? В душе его спорят два голоса. Голос рассудка, голос любви. Но мы видим с вами, что голос рассудка постепенно забивает голос любви. Как же он реагирует на отказ котика? А никак. Сердце его перестало беспокойно биться. Ему было немножко стыдно, самолюбие его было оскорблено, он не ожидал отказа. Он хотел двинуть по спине Пантелеймона. Два дня у него все валилось из рук, он не ел, не пил. Но когда он узнал, что Катерина Ивановна уехала в Москву, зажил по-прежнему. А потом воспоминания о любви выражались фразой. Сколько хлопот, однако, значит, испытания любовью герой не выдержал. Да и была ли это любовь? За четыре года, которые прошли между объяснением с котиком, Старцев окончательно растерял все, что отличало его от городских обывателей. Обыватели своими разговорами раздражали его, и Дмитрий Иванович замкнулся. Остались винт, деньги и прозвище «Поляк надутый». Любимым развлечением в это время Старцева становится пересчитывание разноцветных бумажек, которые копились от благодарных клиентов в течение дня. Котику при встрече с ней Старцев не испытывает никаких чувств. Ему даже не нравится ни она сама, ни платье, ни даже кресло, на котором она сидела. А хорошо, что я тогда не женился, думает он. Ну и далее все идет только по наклонной. Деградация окончательно состоялась через несколько лет. Финал рассказа есть финал человека, окончательно растерявшего какие-то позитивные задатки. Перед нами обыватель, который погряз в наживе потребительстве. Образ Ивановича так и становится своеобразным символом наживы. Когда он торгует, дом тычет палкой, женщины в страхе от него прячутся. А что прежняя любовь? Вспомним поразительную по силе деталь, свидетельствующую об окончательной утрате им какого-либо чувства к котику. Это вы про каких туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепианох? При помощи художественной детали Чехов в мастерске показывает, с одной стороны, рост материального благосостояния Старцева, а с другой – его моральную деградацию. Лестница жизни Дмитрия Ионовича привела его не вверх, а вниз. При этом в конце произведения он становится равнозначен той семье, которая не нравилась ему своей пошлостью, мещанством в начале. Туркины – бессмысленные, безнравственные их праздные затеи, безнравственное, омерзительное, бездушное стяжательство Ионовича. Но Чехов не снимает ответственности человека. Дело же не только в том, что он поддался среде, но у него не было сопротивления, пошлость и лень, мещанство и эгоизму. И в рассказе словно звучит голос писателя, призывающий – не поддавайтесь губительному влиянию уродливой среды, вырабатывайте в себе силу сопротивления обстоятельствам, не предавайте светлых идеалов молодости, не предавайте любви, берегите в себе человека. В качестве домашнего задания, в зависимости от того, каким учебником вы пользуетесь, я хотела бы предложить страницы, перечитать еще раз анализ, прочитать рассказ студента Антона Павловича Чехова, это наше следующее занятие. Ну и можно при помощи интернет-ресурсов проверить себя по усвоенности материала. На этом наш урок окончен. Всего доброго, до новых встреч! Здравствуйте, ребята! Сегодня последний урок по теме размножения индивидуального развития. Мы с вами уже познакомились с развитием половых клеток, яйцеклеток и сперматозоидов, поговорили об особенностях антогенеза индивидуального развития, обратили внимание на сложные вопросы эмбрионального этапа, особенно формирования различных тканей органов из-за родышевых листков, поговорили с вами о постэмбриональном развитии и поняли, что развитие с превращением, с образованием личинки преобладает в природе. И сегодня мы займемся практическими вещами. Сегодня мы с вами попытаемся разобрать основные вопросы ЕГЭ, посвященные этой теме, и обратить внимание на типовые ошибки, которые допускают ребята, когда решают эти задания. Итак, тема сегодняшнего урока – решение задач по теме размножения индивидуального развития. Источником информации для нас является наш учебник и, безусловно, интернет-ресурсы. Это не единственный, вы знаете, что есть очень много сайтов, на которые можно дать дополнительную информацию. Итак, мы начали с вами изучение размножения с вопроса гометогенеза, образования половых клеток. Прежде чем перейти к вопросу, я хочу еще раз обратить внимание, что гометогенез протекает в несколько стадий. Три из них одинаковы для овогенеза и сперматогенеза – стадия размножения, роста и созревания. И только четвертая стадия есть, и четвертая стадия есть только при сперматогенезе. Различия между овогенезом и сперматогенезом наблюдаются на стадии созревания и формирования. Если в случае овогенеза из одного овоцита первого порядка образуется только одна яйцеклетка, через овоцит второго порядка и три полярных тельца, то в случае сперматогенеза из одного сперматоцита первого порядка образуются четыре равноценных сперматозоида. Маленьких, но четыре. Большая, но только одна. Почему так? Почему так несправедливо? Почему одна яйцеклетка, хотя с другой стороны большая? Почему целых четыре сперматозоида из одной исходной клетки, но маленькие? Очень интересный вопрос, и вы можете подумать над этим вопросом. И могу порекомендовать очень интересную книгу Диккенса, называется «Эгоистичный ген», где авторы уже на уровне половых клеток рассматривают особенности, отличие женского пола от мужского, переносят особенности половых клеток на функционал мужчины и женщины в обществе и в семье. Обратите внимание вот на этот вопрос. Почему крупная яйцеклетка, одна большая, и почему четыре мелких сперматозоида? Напоминаю еще раз, что на стадии размножения происходит метоз, не меняется набор хромосом, остается диплоидным 2Н, 2С, и клетки называются авагонии. На стадии роста клетка не делится. Важнейшее событие – репликация ДНК. Удваивается хромосома. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, одинаковых двух сестеринских хроматид. Говорим хроматида, подразумеваем ДНК, потому что ДНК – это основа хроматиды, основа хромосомы. Итак, стадия роста. В начале стадии роста, еще раз обратите внимание, это очень важный момент. Набор у авагонии в 2Н, 2С. В конце стадии роста, в результате репликации, набор хромосом меняется, 2Н остается диплоидным, но количество ДНК увеличивается в два раза, 2Н, 4С. И вот здесь типовая ошибка. Ребята, очень часто пишут, когда рассматривают количество хромосом, 56Н, 56С. Н, С относятся только к общему написанию набора хромосом, 2Н, 4С. Если мы говорим о количестве хромосом и ДНК, забываем Н. Не бывает 56Н, бывает 56 хромосом. Не бывает 112, например, С, бывает 112 ДНК. Н и С касаются только общего названия наборов хромосом и ДНК. Стадия с издреванием йоз. Еще раз обратили внимание, что после первого деления авоцит 2-го порядка имеет набор хромосом 1Н, 2С. Гаплоидный набор удвоенной хромосомы. То же самое мимо сперматоцита 2-го порядка. У яйцеклетки и у сперматозоидов набор хромосом Н, 1Н, 1С. Всегда, в итоге любого деления, количество хромосом и количество ДНК совпадает. Вот это очень важный момент. И вот, исходя уже из того, что мы с вами сказали, мы сейчас разберем одно из самых сложных заданий формата ЕГЭ. Та же линия 27. У крупного рогатого скота в соматических клетках 60 хромосом. Определите число хромосом и посмотрите, молекул ДНК в клетках яичников при овогенезе, в интерфазе перед началом деления и после деления миоза 1. Итак, исходность 60 хромосом нас интересует в интерфазе перед началом деления и после деления миоза 1. Нас интересует вот этот момент. Вот она интерфаза, вот овоцит первого порядка. И вот, потому что мы говорим о яичниках, да, овоцит первого порядка. И нас интересует первое деление миоза. Вот он, овоцит второго порядка. Итак, 60 хромосом. Перед миозом количество хромосом 60. Остается тот же самый набор хромосом. Количество ДНК становится в 2 раза больше. 120 ДНК. После первого деления гоплоидный набор уже 30 хромосом. Но каждая хромосома удвоенная, поэтому 60 ДНК. Итак, 2 позиции. 60 хромосом 120 ДНК. Перед делением, после первого деления 30 хромосом 60 ДНК. Процессы. Интерфаза, репликация ДНК привод к удвоению количества хромосом. Миоз первое деление. После первого деления образуются гоплоидные клетки, поэтому количество хромосом уменьшается в 2 раза. Но при этом хромосомы остаются удвоенными. 4 элемента, которые позволят вам получить 3 балла на ЕГЭ. Следующее задание объемное. Нужно исправить ошибки. Казалось бы, несложный вопрос найти и исправить ошибки. И даже здесь ребята допускают неточности, которые могли бы избежать. Еще раз внимательно читаем вопрос. Найдите 3 ошибки. Первое, что нужно сделать, найти ошибки. Укажите номера. То есть, если вы исправляете номера, не указываете, вы не получаете 3 баллов. И исправьте ошибки. Не достаточно писать только номера. Нужно еще и исправить ошибки. Итак, смотрим текст. Авогенез у животных процесс образования диплоидных половых клеток, яйцеклеток. Замечательно. В стадии размножения диплоидные клетки многократно делятся метозом. Все правильно. Третье. В следующей стадии роста деления клеток не происходит. И тоже правильно. В третьей стадии, четвертое предложение, созревание, происходит одно миетическое деление. Нам это не нравится. Мы знаем, что есть два миетические деления. И мы не пишем слово «два». Нет, мы пишем полностью ответ. В третьей стадии созревания происходит два миетических деления. Из каждой исходной клетки в конце гометогенеза развиваются по 4 полноценные гометы яйцеклетки. Мы ставим цифру 5 неправильно и пишем, что из каждой клетки в конце гометогенеза развивается одна полноценная яйцеклетка и три полярных или редукционных тельца. На стадии созревания гометоза заканчивается овогенез. Все правильно. Сперматогенез завершается стадией формирования. Итак, сперматогенез завершается стадией формирования. Мы исправили ошибку номер 4, предложение номер 5 и остается еще одно предложение. И мы пропустили с вами номер 1. Оно нам сразу понравилось. Так бывает и на экзамене. А давайте внимательно вчитаемся. Овогенез у животных процесс образования диплоидных половых клеток. Не бывает гоплоидных клеток яйцеклеток. Итак, мы нашли три ошибки. Первая, четвертая и пятая. Написали номера и полностью исправили предложение. Линия девятнадцатая. На последовательности. Для того, чтобы ответить на вопрос, мы еще раз внимательно смотрим на картинку. Мы видим оплодотворение, дробление. Номер 6 – бластула. Начинается 7-8 – гаструла. Дальше – неруляция и образование нервов и органогенез. Итак, смотрим, что же у нас здесь. Наверное, первое образование бластомеров. Дальше бластомеры формируют однослойные. Следующая стадия образования однослойного зародыша. Затем в 5-й образуется гаструла. Третье образование энтодермы. Затем происходит образование мезодермы и дифференцировка органов. Таким образом, правильный ответ 5-1-3-2-4. Следующий вопрос. На соответствии, из какого листка что образуется? Болевые рецепторы с внешней средой связаны. Эктодерма. Волосяной покров на поверхности – эктодерма. Лимфоокровь не на поверхности – все, мезодерма. Жировая ткань не на поверхности – мезодерма. Ногтевые пластинки – да, ногти на поверхности – эктодерма. Вот так, в принципе, не зная, только понимая, что такое экта, можно отвечать на этот вопрос. Ну и последний вопрос. Очень важный вопрос. Линии 8. Мы его разбирали, когда говорили о постэмбриональном развитии. Это один из самых сложных вопросов. Установить соответствие между отрядами насекомых и типами их развития. Итак, отряд чешуекрылые, бабочки, личинка-гусеница с полным метаморфозом, двукрылые, мухи, опарыши с полным метаморфозом, жесткокрылые с полным, прямокрылые с неполным, перепончатокрылые, муравьи, осы с полным метаморфозом и стрекозы с неполным метаморфозом. Благодарю за внимание. Желаю вам удачи и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин